Субтитры подогнал «Симон» Божьей милостью, дорогие братья и сестры, мы с вами провели дни Святой Пасхи, были вместе с Господом на горе Вознесения, Елеон, и услышали слова напутствия, которые Господь сказал, а вместе с тем просил, не отлучиться никогда нам от храма. Всегда жить и пребывать в Святом Храме, где непрестанно пребывает Бог, Троица Прославляемый. Мы с вами сегодня будем беседовать о явлении животворящей Троицы и значении в жизни человека. Господь показал Троичность в начале создания мира, сотворим человека по образу и подобию нашему. Первое то, что Отец Небесный созидает, но предвечное Слово всегда было со Отцем и во Отце, и Дух Святый носился над бездной, то есть неустроенной землей. Здесь мы видим, как Святая Троица участвует в сотворении мира, а вместе с тем и в жизни человека. Впоследствии Господь является в виде трех ангелов, святому правотцу-патриарху Аврааму, который ждал обетования, потому что у него не было детей. И это в то время уже в людей, мы не скажем, что это был иудейский народ, потому что они попозже начали называться иудеями. Авраам ждал милости Божьей. Он ходил в страхе Божьем перед лицем Господним и был мужем по сердцу Создателя. Есть благочестивые рассказы и предания, что патриарх Авраам был очень гостеприимным человеком. Мы знаем из Священного Писания. Люди устали от посетителей, которые приходили к Аврааму за советом, за благословением, за наставлением, и они перекрыли дорогу. Три дня Авраам был по всей молитве и скорбел о том, что никто не заходил ему в дом. Люди увидели печаль этого праведного человека и открыли путь посетителям. И таким образом первые посетители явились, три ангела – Отец, Сын и Дух Святый. Здесь Авраам получает обетование рождения Исаака и открывает тайну сердца, что есть у Сары на сердце. И тем самым Господь являет Своей милосердью всему человеческому роду. Пришло время обетования, исполняются все пророческие слова Господа и приходит в мир тот, кто назывался Словом. Иоанн Богословь свидетельствует, вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бога. И Слово стало плотью. Господь не погнушался человеческой природы. Он принимает тело для того, чтобы вести войну с врагом рода человеческим дьяволом, который прелстил творение Божие. Его плоть была видимой не так, как учили еретики, потому что он обитал с нами. Он родился под пресвятые девы из недр отеческой любви. Он совершал те чудеса, те творения для всего человечества. Так он сказал, что то, что я видел, что творит Отец, творю и я. Тем самым мы имеем великое счастье называться христианами, потому что Бога Отца никто нигде же не видел. Бог есть Дух. Поэтому нужно было прийти к тому, кто бы мог нас спасти. О ком говорили постоянно пророки, и мы, как слышали в Священном Писании, счастливы люди, потому что те, которые желали видеть, слышать, общаться, святые пророки и правцы, то мы сегодня имеем общение с Богом. Христос совершил жизненный путь, совершил и наше с вами спасение. Он учил учеников, что ему нужно уйти с этого мира, победив видимого врага, дать благословение человечеству и умолить Господа, чтобы пришел Дух-Утешитель, Третья ипостась живоначальной Троицы. День Пятидесятницы – это день рождения Церкви. Бог явился в Троице. Мы видим, Отец творит нас с вами. Сын спасает, и Дух Святый водительствует человека по земному пути. Из Священного Писания, дорогие братья и сестры, мы знаем, что все Святым Духом живет и движется. Живет человек и движется. Пускай даже выйдет самым последним грешником. Он просто не дает развиваться благодати Святого Духа в жизни своей. Он всячески старается и знать из своей жизни Бога. Но все равно Господь вместе с нами до тех пор, пока Он придет во славе, Второе пришествие воздать кому-то по делам Его. И тогда те, которые унаследуют Царство Небесное, они будут радоваться Царству Небесному, как Он сказал своим ученикам, которые пришли из проповеди и сказали, что Духи повинуются нам. И Сын Бога-человек ответил, не радуйтесь этому. Я видел сатану, как умолния, спадшая с неба. И он искушает здесь, на земле всех живущих людей. Но вы радуетесь больше тому, что ваши имена написаны в книге Вечной Радостной Жизни. Те, кто не веровал в Иисуса Христа, не признавал Бога, не признавал Его начальной Троицы, они отойдут в муку вечную, где будет плачь и скорежет зубов. Сегодня мы живем в очень сложном мире, в мире лукавства и злобы. И христианин должен приготовить душу свою для всякого рода испытаний и искушений. Потому что Священное Писание говорит, «Если дружба с миром, вражда с Богом». Когда ты дружишь с миром, нет общения с Богом. Потому что Господь не пребывает с теми людьми, которые творили и творят беззаконие, где лицемерие, обман, воровство, убийство, где брат на брата поднимает руку. Но Христос Спаситель мира сказал, что Он пришел исполнить всякую правду, исполнить волю Божию. И Он совершает то, что видел, как творит, и творил Его Отец. Что же творил Отец Небесный? Он сотворил невидимый нерв ангельский. Он был видимый, по-видимому, для еще до грехопадения Адама и Евы. Слово Божие видело, как Господь Отец Небесный сотворил Адама и Еву. Слово Божие было свидетелем, когда Отец вместе с Адамом нарекали имена живой природе, которая явилась для нас с вами служителем божественной славы. Рождение Церкви, как и рождение человека, имеет особое значение в жизни нашей. Блаженный Августин говорит, что Церковь Христовая, как в Великой Сокровищнице, заложены все дары благодати Святого Духа. Здесь самое главное есть у нас это таинство крещения, которое соединяет нас с Богом, которое разрушает узы, стену преграды, и мы становимся после крещения, как первозданный Адам. Но смерть еще на некоторое время имеет над нами силу. Мы засыпаем сном времени и просыпаемся для того, чтобы получить награду за маленькие труды жизни в Церкви и быть Сыном Царства Небесного. Мы с вами видим, как в Церкви есть и второе покаяние, второе крещение. Есть покаяние, которое дает человеку сближение с Богом, что и явило на примере благоразумного разбойника. Помяни мне Господи во Царстве Своем. Святые Отцы говорят, что Он осознал всю греховную свою жизнь, пропасть увидел между небом и землей, увидел в невинном страдальце своего Спасителя и Бога, и за это удостоился первым быть в раю. В раи же с разбойником мы читаем Тропаре и слышим Исвященное Писание. Господь не хочет нас оставить сирых. Он дает Себя нам полностью и служит нам. Дает Своё тело и кровь для того, чтобы укрепить духовные жизни наши немощные силы. Он дает нам святое еле освящение для того, чтобы молитвами Церкви священнослужителей угостить страсти болезней, неправды и клеветы на Бога и на человека дьяволом, который всегда являет пример всегубительный для нас с вами. И, невзирая на то, что мы видим, его лукавые замыслы человечеству возлюбило неправду. Правду распяли на Христе. Правда взлегла в гроб для того, чтобы вывести из тех узников, которые ждали пришествия Мир Шеста Спасителей из Преисподней Земли и водворила в Отчий дом, для которого был приготовлен рай самим Господом. Поэтому Церковь для нас, дорогие братья и сестры, она есть Домом Божьим, Дом молитвы. Здесь мы общаемся Духом Святым вместе с нашим Отцом. Здесь мы слышим проповедь Христа. Здесь мы видим жизнь апостолов, святых людей. Здесь мы учимся благочестию. Здесь мы получаем исцеление. Здесь мы находим пристанище, потому что мы находимся на жизненном пути, который ведет, к сожалению, часто не знаем куда. Но только в Боге и с Богом есть радость. Мы находимся с вами в храме Живоначальной Троицы Киево-Печерской лавры, которая была создана в XII веке. Она сохранилась для нас как маяк в этой жизни. Она отбивает дни нашей жизни, учит нас, потому что здесь мы видим живопись, росписи те события, которые были и есть в Церкви Христовой. Мы только должны перед каждым изображением встать и вдуматься, потому что каждый праздник — это есть обновление человеческой природы. Каждый праздник — есть общение с Богом. И мы, дорогие братья и сестры, должны исполниться все благодати Святого Духа. Стяжи смирения. Только на кроткую и смиренную Господь презирает, о чем свидетельствует и жизнь Божьей Матери. Презре на смирение рабы Свою Я. И когда человек наклоняет свою голову перед величеством Божественной славы, тогда Дух Святой найдет на Тя и сила Всевышнего осенит Тя. Не только сила Всевышнего осенила Божья Матерь, она начала в своей утробе Спасителя Мира, вторую постась Живоначальной Троицы. По молитвам Божьей Матери, Дух Святой осеняет нас с вами, когда мы склоняем голову перед величеством Божественным и видим свою немощь, пораженную грехом, непослушанием Богу, нехождением заповедях Его Святых, и мы терпим во всяком роде тогда неприятности. А человек, который слышит голос Божий, идет за этим светом, он осаляет свою жизнь словом проповеди Христа, евангельской жизни, тогда человек избегает тления здесь на земле, потому что преподобному твоему недоси видеть истление, говорит царь короб Давид. И свидетельством этого все являются наши преподобные цикки в Печерске, которых находится здесь более ста человек. Видимым образом они находятся здесь на земле, а невидимым образом они преследуют перед престолом Божьим и молятся о нашем земном Отечестве и о своих братьях, своих духовных чадах, которые следуют за ним. День Пятидесятницы это велик и радостный день. Мы видим и слышим явление Троицы в Новом Завете в Таинстве Крещения Сына Божьего. Сын Сын Мы видим праздники Вознесения Божьем 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 Возлюбленные во Христе братья и сестры Троицы 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 И Троицы Троицы Пускай принимает каждого человека в свои обители, ибо Он сказал много обителей и суть, которые ждут своих насельников, и дается нам эта благодать для каждого желающего. С праздником! Да хранит вас всех Господь!